Друзья, всем привет! Вы на канале Japan Life и меня зовут Алексей. Итак, за моей спиной находится полноценный кроссовер, один из выживших после санкции автомобилей, который не попал, собственно, под санкции. Итак, встречайте, это Honda CR-V пятого поколения. Итак, Honda CR-V свое начало берет аж с далекого 95-го года и за всю историю было выпущено уже 6 поколений. И на секундочку, 6-е поколение у нас начало выпускаться с текущего года, с 2024-го. Пока на аукционах такие автомобили не встретишь, но по фотографиям, которые вы видите сейчас на своих экранах, можно увидеть, что автомобиль получил более строгий внешний вид. Но у нас на обзоре сегодня именно 5-е поколение, которое выпускается с 2018 года и существует несколько модификаций. Во-первых, это 1,5-литровый мотор, который вы сейчас видите за моей спиной. Также встречается 2-литровой версии на гибриде. Если же все-таки рассматривать 1,5-литровый, бывает как на переднем, так и на полном приводе. Итак, у нас 1,5-литровый двигатель на 190 лошадиных сил, бензин, вариатор и конкретно это полный привод. Это у нас 2018 год. Внешний вид автомобиля, конечно же, топ. По размерам можно сравнить с Toyota Harrier. По длине, единственное, она чуть меньше на 10 сантиметров. Вот если сравнить высоту и ширину, то автомобиль уже будет побольше. К примеру, он будет шире Harrier на 1 сантиметр. Это у нас версия на 5 мест, но бывает также на 7 мест. То есть, если вам необходимо перевозить большее количество пассажиров, то, в принципе, достать, привезти сможем без проблем. Затем также хочу отметить клиренс 200 мм, 18-е колеса. Это нам говорит, что автомобиль можно использовать как и для бездорожья. Здесь у нас максимальная комплектация, которая называется EX Masterpiece. И сразу бросается в глаза по комплектации это наличие люка. Немногие кроссоверы в Японии могут этим похвастаться. Ну, то есть, те кроссоверы, которые не попали под санкции. Ну, и вообще, если говорить про внешку, крутая оптика. Капот такой имеет плавные изгибы, что придает особые такие очертания. Сразу появляется какая-то индивидуальность у этой модели. Ну, и кузов исполнен. Накладочки в виде хрома по всему периметру. Небольшая, прям маленькая решетка радиатора. Хотя в Японии сейчас идет тенденция наоборот. На большие решетки радиатора, которые... Некоторые модели даже убирают там полностью бампера, а вклинивают одну решетку. Здесь все довольно лаконично и скромненько. Пятая дверь вас порадует электроприводом, но багажник, в принципе, покорит размерами. И для удобства у нас есть такая шторка. Затем багажное отделение. Тазик у нас занят тем, что у нас находится данкрат, баллонник, ремкомплект и компрессор. Такая вот мелочь. Ну, и тем не менее, стоит отметить, возможно, кому-то это будет интересно. В тазике у нас находится тканевая прокладка, которая будет служить тем, чтобы лишние шумы не поступали в автомобиль. К сожалению, запасного колеса у нас тут нет. А затем у нас есть подсветка багажника, у нас есть ручки, которые при необходимости откинут второй ряд сидений, чтобы получился неровный пол, но большое пространство. И также, если вас интересуют семиместные версии, то здесь будет находиться третий ряд сидений, которые также можно разложить, либо сложить наоборот. Так как комплектация у нас максимальная, то салон у нас идет кожаный, на рыжий именно кожа. И сразу покажу, как работает сидение. Это стандартный наклон сидушки. Если необходимо чуть-чуть отклониться, то у нас есть небольшой отклон, то есть если у вас дальняя дорога. Если необходимо, как я уже говорил, там большой багажник, то у нас получается такая ступенька. Но, тем не менее, места получается предостаточно. Итак, для удобства, для задних пассажиров. Вот переднее сидение я уже настроил под свой рост 185 сантиметров. И вот сижу, и мне до сидений сантиметров 15 еще остается. То есть сидеть довольно-таки удобно, как и в любом полноценном кроссовере. Для пассажиров у нас есть подлокотник, подстаканники, подсветка отдельная, есть кармашки, есть направление потока воздуха. И, друзья, хочу отметить, что автомобиль 2018 года, то есть ему уже там либо 6, либо более 6 лет. 32 тысячи пробега. Посмотрите, в каком он состоянии. Сразу скажу, что автомобиль там не химчистился, не полировался. То есть в таком именно состоянии он пришел в Японию. Да, была небольшая там грязь, но это обычной влажной уборкой там все убрали. Но, тем не менее, посмотрите, все почти как новое. Друзья, на улице очень жарко, поэтому скорее переходим вперед к кондиционеру. Друзья, ну, собственно, добрались мы до самого интересного. Это водительское сидение и пассажирское. Основные главные плюшки этого автомобиля по салону. Это электропривод водительского, электропривод пассажирского. Есть у водителя память и, конечно же, люк у этого автомобиля. Для удобства у сидений есть боковая поддержка, есть подлокотник, который при необходимости можно поднять. И у вас тут просто огромная ниша, куда можно положить абсолютно все, что угодно. Подстаканники, прикурка, естественно, бардачок. Обратите внимание, какой фальшвеер с фонариком. А, как правило, когда автомобиль приходит с Японии, неважно, Кореи, там расположены более бюджетные версии. На самом деле, я не знаю, это идет либо по штату, либо сам японец заморочился, положил именно с фонариком. Но такие встречаются редко. Еще тут приятный салон, прошит строчкой, вставки, такие пластмассовые под дерево. Ну и такие базовые фишки, которые присутствуют во многих уже кроссоверах. Но, тем не менее, про них многие не знают. Потому что бывает такой тип покупателей, когда приобретают довольно дорогую машину. А на секундочку, цена этого автомобиля ставила 2 миллиона 800 тысяч рублей со всеми расходами. И так вот, когда клиенты приобретают автомобиль, они даже не знают, какие фишки есть в автомобиле. И приходится объяснять, что такое электронный стояночный тормоз, что такое, к примеру, круиз-контроль. И поэтому в этом автомобиле есть кнопка старт-стоп, чтобы автомобиль у вас не глох. Когда вы останавливаетесь, как у меня такая функция, больше тратится нервов, нежели экономится ресурса топливного. Затем у нас есть подогревы сидений, подогревы в ушах стоят, датчик света, датчик дождя, круиз-контроль, про который я рассказал, подрулевые лепестки, руль под кожу, вся система безопасности. То есть, там такие, как контроль полосы, контроль устойчивости. В общем, примерно вот такой список можно перечислять, это уже идет базовая. То есть, автомобиль вас в каких-то моментах будет помогать, так как это там полный привод. Если вы где-то там начали буксовать, у вас включается автоматом полный привод. А то есть, автомобиль вам будет служить как помощник. В каких-то непонятных ситуациях у вас будет появляться какой-то индикатор, там либо полосу пересекли, либо там что-то где-то занос у вас пошел. Все это будет появляться у вас перед глазами. Далее, по удобству, у нас здесь расположен такой кармашек для очков. И на Хондах установлено, в основном это идет на фридах, такое зеркало, которое помогает видеть, что у вас происходит в салоне. Вот на фридах это наиболее удобно, особенно когда у вас полный автомобиль забит людьми. Чтобы не поворачиваться, посмотрели на зеркало, не отвлекаясь от дороги. А затем, по плюшкам, что мы имеем? Подогрев зоны дворника. Магнитофон у нас, в принципе, уже идет стандартный, Газарс. Этим магнитофоном, в принципе, уже никого не удивить. Из тех функций, которыми вы будете пользоваться, это радио, Bluetooth, ну, возможно, там флешки можно вставить, кто еще вставляет. Так, в основном, Bluetooth и все, по сути. Если вас интересует, чтобы YouTube смотреть, чтобы навигация была, то ставьте там китайские магнитофоны. Цена вопроса там 10-15 тысяч рублей и будет вам счастье. И, смотрите, друзья, слышите, и вы спросите, а что по мотору? А мотор у нас L15B, 190 лошадиных сил, турбо. И хочу отметить, что эти моторы устанавливаются на многие Хонды и очень хорошо себя зарекомендовали. Поэтому не надо думать, что у этого автомобиля, там, у полторашки ресурс 100 тысяч километров. На самом деле они катаются там намного больше. Но 200-300 вы точно приедете. Ну, а дальше необходимо уже получать отзывы. На самом деле я там не слышал ни разу, что у кого-то случились какие-то проблемы вот с этим мотором. Поэтому, друзья, если есть какие-то сомнения, не волнуйтесь, эти сомнения, эти слухи уже давно развеяли другие автовладельцы. Друзья, ну, на самом деле, очень крутой автомобиль. Стоил бы еще, конечно, подешевле, цены бы ему не было. Но, несмотря на то, цены будут только расти. Поэтому, друзья, кто планирует покупку и все время откладывает, думает, что дальше будет дешевле. Хочу сказать, что раньше такой автомобиль, буквально, там, год-полтора, там, два назад можно было привезти, ну, на 500 тысяч рублей дешевле. Что будет через два года? Я думаю, такой автомобиль с теми же самыми параметрами уже будет стоить, там, 3200. Поэтому, если желаете приобрести, то никогда не затягивайте. Лучшее время для покупки уже сейчас. Но если вас заинтересовал этот автомобиль, как уже сказал, на полном приводе, точно в таком же состоянии цена вопрос ставит 2 миллиона 800 тысяч рублей. Если у вас бюджет ниже, то вообще в хорошем состоянии такие автомобили стартуют от цены 2 миллиона 200 тысяч рублей. Поэтому, друзья, если ролик вам понравился, то не забывайте поддерживать нас с лайком. Пишите в вашей комментарии, что вы думаете. Ну, а с вами был Алексей, это компания Japan Life. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok